Продолжение следует... А вы в курсе, что марафон в темноте добрался и до Сочи? На курорте стартовал этот спортивный и социальный проект для слепых, слепоглухих и слабовидящих людей. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы – это Сергей Гринь, человек, благодаря которому на курорте и заговорили вообще об этом проекте «Марафон в темноте». Ну и для начала я хотела бы напомнить нашим телезрителям, что Сергей Гринь гостем нашей студии является уже во второй раз. Впервые мы вас приглашали сюда в программу «В курсе» в декабре, но тогда о проекте «Марафон в темноте» мы только говорили. Но вот сегодня уже в Сочи открывается представительство этого проекта. И прежде чем начать наш разговор, давайте посмотрим сюжет, увезите основатели этого проекта. Инга Габешая подготовила репортаж. «Марафон в темноте» всего два года, но за этот короткий срок идеолог проекта Юлия Толкачева, чемпионка мира по карате и спортивный реабилитолог, сумела вовлечь в любительский, а затем и профессиональный бег десятки инвалидов по зрению не только в Москве, но и в Питере, Екатеринбурге, Омске. Когда-то спорт ее саму поставил на ноги после травмы позвоночника. Поэтому как спорт не только ставит на ноги, но и помогает социализироваться людям с ограниченными возможностями здоровья, она знает не понаслышке. Массовые забеги – одна из таких возможностей. Нам это очень важно, потому что мы хотим интегрировать этих людей в общество зрячеслышащих, для того, чтобы стирать границы. И для того, чтобы зрячеслышащие видели, что эти ребята могут, они достигают цели, и у них получается, а вы порой там ленитесь, жалеете себя и так далее. Поэтому наш проект, наши забеги, наши мероприятия, они еще и вдохновляют обычных людей на то, чтобы менять свою жизнь и помогать другим. И проект об этом, он идейный. То есть это как бы не просто про спорт. Участники марафона в темноте не только слепые или слабовидящие. На беговой дорожке плечом к плечу с участником всегда бежит волонтер. Пара в буквальном смысле работает в связке. Лидером может стать любой желающий, независимо от возраста и физической подготовки. И здесь речь идет о работе в команде и взаимной поддержке. Обучать волонтеров и тренеров организаторы социального проекта готовы уже с завтрашнего дня. Первым на мастер-класс записался сочинец Сергей Гринь, благодаря которому марафон в темноте и оказался в Сочи. Потеряв зрение, он не ограничил себя в занятиях спортом. Теперь решил открыть новые возможности и для остальных особенных сочинцев. Ведь физические ограничения, уверен Сергей, не приговор для человека. Все возможно оказывать, самое главное желание и немножко вот эти стереотипы сложившиеся. То, что человек, потерявший зрение, он даже из спортивной жизни вычеркнут. То есть спорт слепых, да, он существует, но, как говорят, эволюционирует даже паралимпийское движение, добавляются новые адаптивные дисциплины спортивные. Вот забеги слепых, слабовидящих, это сейчас со временем станет нормой. Поэтому я рад. Ко всему прочему, как показывает практика, бег положительно влияет на зрение спортсменов. Отмечается положительная динамика. Представительство социального проекта «Марафон в темноте» работает в Сочи с сегодняшнего дня. Здесь ждут всех желающих. Ну, Сергей, насколько я знаю, в Сочи уже даже прошли первые тренировки участников проекта «Марафон в темноте». Где они проходили и как это все вообще прошло? Сколько человек посетили их? Ну, как говорят, глаза боятся, руки делают. Тем не менее, несмотря на где-то скептические отношения, потому что понятно, все, что новое, оно достаточно, как говорят, боязно начинать. Но, тем не менее, провели первую пробную тренировку и показательную. Было три человека. То есть все трое являются слабовидящими, членами общества слепых. Но, тем не менее, на собрании в обществе слепых были ребята тотально незрячие. Для них это, знаете, такая информация к сведению, для того, чтобы тоже раскачаться, переосмыслить. Потому что никто не говорит, что будет легко. Организаторы сами понимают, и они два года назад с этим столкнулись, потому что к ним на первую встречу вообще пришел один человек. То есть проект начинался с одного человека. Было около 20 организаторов и только один человек. Это было в 2013 году? Да, это было два года назад. На данный момент уже более 40 пар, которые участвовали не только в российских, но и в международных марафонах, полумарафонах. Еще раз оговорюсь, дело в том, что проект «Марафон в темноте» — это не разовое мероприятие, это все-таки долгосрочный проект. Прежде чем человеку встать на любую дистанцию, а если мы берем такую категорию, как слепые, слабовидящие, слепоблухие, для которых ходьба, уверенная ходьба — это что-то такое уже сверхдостижение, то бег иногда это в разделе абстрактности. И вот именно проект «Марафон в темноте» дает возможность этим людям подготовиться. То есть это групповая тренировка, но с учетом индивидуальности каждого человека. То есть слабовидящему можно показать вблизи. Человеку с полной потерей зрения надо проиграть все движения. Для человека, который потерял зрение в детстве или родился незрячим, для него вообще многие движения спортивные, их просто нет, как говорят, в библиотеке памяти. То есть ему надо все с самого нуля. И не то что сломать, а показать человеку то, что его, иногда говорят, недуг, судьба, рок — это еще не приговор. Есть наглядные примеры, которые показывают то, что и спорт в данном случае покоряется и уже покорен ребятам. Потому что не каждый даже зрячий мужчина, девушка может осилить дистанцию 42 километра, даже 21 километра. А ребята успешно пробегали эти дистанции. А сколько сегодня в вашем арсенале? Я знаю, вы начинали вообще давным-давно с коротких дистанций, в 50 метров. Сколько сегодня вы можете уже пробежать? Ну, на последней тренировке, дело в том, что, да, проект «Марафон в темноте» два года. Я начинал 10 лет назад, но вот так нас судьба свела. Вот, я, да, вы правильно сказали, начинал с 50 метров, сейчас мой максимальный километраж — это 17. А к чему стремитесь? Есть цифра в голове какая-то? Да, я год назад себе поставил, такое, знаете, как с тремя восклицательными знаками. Это поучаствовать второй раз в полумарафоне, который у нас проходит на трассе «Формула-1», и уже встать на дистанцию 21 километр. Ну, это замечательно. А вот скажите, вы бегаете же в связке с волонтерами. Ну, понятное дело, что привлечь в проект незрячих или глухих людей можно, они, наверное, с удовольствием пойдут. А вот как привлечь волонтеров, которые будут помогать и направлять? И где брать этих людей, и кто работает в паре с вами? Есть такой человек? Дело в том, что, как я сам организаторам сказал, пора мне начинать работать в команде. Потому что я всегда двигался один, и те, кто желал получить мой опыт, поделиться своим, я всегда приветствую это. За два года проекта «Марафон в темноте», как я говорю, начинали с одного человека, именно со слепой девочки. Вот, тогда там пару волонтеров было. Сейчас достаточно богатая команда с богатым опытом. Сейчас идет уже отработка непосредственной методики, чтобы это все было задокументировано. Потому что регистрируется благотворительный фонд «Спорт для жизни», и как раз проект «Марафон в темноте» сможет работать в полную силу. Конечно же, никого за ухо не тянут. Это прежде всего, и сами организаторы говорят, и все понимают, для того, чтобы проект рос и работал полноценно, это должно быть, как говорят, волеизъявление человека. Желание. Желание. Вот приезжала как раз в Москву Дарья, она волонтер, лидер, которая бегает тоже с незрячими ребятами, уже полтора года в проекте. Она сама говорит, когда она полтора года назад пришла, она для себя открыла много нового. О том, что многие люди, не имеющие никаких проблем, где-то новые, да, у них не хватает времени, они не понимают. Но она говорит, когда я сама столкнулась с ребятами, я, говорит, поняла, какая от людей идет энергетика, какое стремление к жизни. Просто кто-то может к этому, допустим, самостоятельно подойти, кому-то надо небольшие возможности дать. И как раз это идет в социальных сетях, сейчас большое распространение и объем информации. Рассказывается о проекте, о его целях, задачах, и уже те, кто желают, откликаются. Потому что многим ребятам, даже студенты, интересно, потому что они в дальнейшем видят свою жизнь и работу, связанную с социальным, да, как говорят, в социальном направлении, в социальной сфере. То есть это некий опыт будет для них? Это, причем, опыт редкий, вы его нигде не получите. Ни одной методики отработанной и не написанной. То есть фактически с каждым человеком индивидуальные особенности. Даже если брать меня, если я пойду на дистанцию 21 километр, полностью бежать в парасвязке я не смогу с лидером. Дело в том, что у меня свои особенности, у меня нет своей слезы, поэтому мне надо глаза умывать. Я могу использовать небольшой подгляд, могу бежать за лидером, но полностью дистанция 21 я не смогу пробежать за лидером, потому что подгляд, он со временем тоже у меня исчезает. То есть мне надо вначале бежать 5 километров в парасвязке, потом 5 километров бежать за лидером, потом опять в парасвязку вставать, то есть вот так чередоваться. Но тем не менее, как вариант есть, как возможность. Также и это понимают те, кто приходят в проект, то, что это все-таки некая ответственность за человека, с которым ты бежишь. Поэтому, я думаю, два года опыта показывает, причем сейчас понятие волонтерства развивается. Оно у нас и раньше было, просто так красиво не называлось. Поэтому никого за ухо не тянут. Все на добровольных основах. Наработки есть, как вести поиск, как вести отбор, потому что практика тоже показывает. Приходят, допустим, 20 человек, уходят, остается один. Или те, кто приходил, знаете, а, я пришел посмотреть за компанию, как раз они бывают и остаются. Те, кто шел целенаправленно, причем все понимают, кто-то идет для того, чтобы один раз, знаете, так бравадно за компанию поучаствовать, как говорят, сливки, лавры, собрать, вот я такой герой. Но, как правило, такие люди не остаются. Остаются истинно те, кому это интересно, кто видит в этом вот всю эту не то, что прелесть, а необычность и самореализацию в такой вот некой помощи. А есть какой-то, вот вы говорите, нет методик никаких, а опыт, может быть, зарубежный есть, изучали где-то, в каких-то странах? Проекты есть по типу марафона в темноте? Ну, допустим, я конкретно не сталкивался. На фоне российского ни одной методики зарегистрированной нет. Вот, именно по такой работе. Потому что даже давали, когда, вернее, давали название, да, коллективно вот этой резиночке, восьмерочке, то есть паросвязка. То есть сейчас ее как забрендировать, потому что новый такой спортный инвентарь. Вот, так что это такой некий, как говорят, единичный проект, ну, единичная методика. Индивидуально где-то люди бегают, то есть в любом случае люди все схожи, и стремление жить, оно не обрезает все остальные возможности. То есть бегают, да, и за рубежом где-то единично, где-то с друзьями, и у нас, ну, даже я там 10 лет бегал, то с одними знакомыми, то с другими где-то сам. Но так, чтобы массово и таким полным проектом, полноценным, нет. Причем, видите, проект «Марафон в темноте», он рассматривает не только бег, а и другие адаптивные виды спорта для слепых, слабовидящих, слепо-глухих, такие как велоспорт, все, что тандемно связано, плавание. Ну, бегом мы уже занимаемся, но когда тогда мы увидим на улицах города бегущих в темноте, едущих на велосипеде или плывущих в темноте? Когда? Я думаю, в ближайшее время все у нас получится и будет. А вы не пробовали лично плавать, ездить на велосипеде? Есть у вас такой опыт? Ну, дело в том, что на велосипеде, допустим, на тандеме нет, но желание всегда было. А когда я в Сочи переехал, это такое, знаете, бравадное желание, хотелось сесть на велосипед, но не было велотандемов. Сейчас мне говорят, ну как так, появились велотандемы на прокате, я говорю, все, теперь надо сесть на велосипед, плавать. Я на набережной постоянно плаваю. Вы в море плаваете, да? В море плаваю, то есть я отплываю метров пять, ну, подальше от людей, и вдоль набережной плаваю. Когда у меня знакомый говорит, а как ты плаваешь? Ну, вдруг далеко плывешь, я говорю, ну, мимо нашей набережной уплыть далеко не получится, потому что музыка играет. Вот так и возвращаюсь. Так вы ориентируетесь на музыку? Так ориентируюсь. У меня есть парень знакомый, вот у него рядом с домом озеро, он тотальник, то есть он может от дома пройти. Он ставит там у него магнитофон, колонку, и любитель плавать туда подальше. Говорю, я, конечно, так не рискну. Он говорит, а что бояться? К берегу, вон, музыка играет, без проблем вернусь. Ну, как раз вот о проблемах. Есть какие-то вот на начальном этапе проблемы, с которыми вы столкнулись? Может быть, чего-то не хватает вам для того, чтобы в полном объеме реализовывать этот проект в Сочи? Может быть, поддержки чьей-то вы бы хотели видеть, в чьем лице? Ну, прежде всего, самая основная проблема, получается, это изначально сложившаяся ситуация у нас в обществе слепых и с прежней политикой государства. Я обычно говорю так, если мы вернемся на 35 лет назад, к Олимпиаде Москва-80, то мы не выставляли паралимпийских спортсменов. Почему? Потому что государство заявило, что у нас нет инвалидов, соответственно, нет пара спортсменов. Прошло 35 лет, у нас самая мощная паралимпийская семья, самые мощные достижения. Также я и говорю, проект «Марафон в темноте» — с чего-то надо начинать, и с чего-то надо рушить сложившиеся стереотипы в голове человека. Многие считают, что потерял зрение для многих семей — это все. Для нас это трагедия. Мы даже столкнулись с тем, что некоторые говорят, что ребенок ослеп — это трагедия. Трагедия — это только потому, что это еще остатки отголоски прежней политики государства. Это не трагедия. Просто надо найти реализацию своих возможностей даже в таком ракурсе. Поэтому прежде всего для ребят, имеющих полную потерю зрения, поломать стереотипы, показать, что есть уже наработки и опыт ребят, которые уже занимаются, даже тотальники. Это прежде всего, потому что ради них это и делается. Дальше идут те люди, которые способствуют развитию проекта. Это волонтеры, тренера-волонтеры, лидеры, которые бегают вместе с ребятами. Но тут уже опять же, все возвращаясь на практику, бегают же ребята. Причем проект существовал только на добровольных основах. То есть не было никакого фонда. Организаторы пошли по принципу вначале наработать методику, посмотреть, получится, будет ли спрос, а потом уже переходить на бумажный вариант и с возможностью использования грантов и остальных, допустим, финансовых возможностей, потому что добровольно, больно и не раскрутишься. Ну и последний такой шаг – это уже более глобальное окружение людей. Даже вот вчера мы делали небольшую тестовую тренировку на Цветном бульваре. Вчера очень хорошая погода была, очень много людей гуляют. Мы выбрали небольшой пятачок, но все равно частично проходной. И когда видели люди и слышали, что такой проект запускать, спробовать, они уже обходились стороной, то есть давали возможность. Кто-то стоял, фотографировал, снимал. Люди спрашивали, потому что… Проявляли интерес. Проявляли интерес. И многие говорили, что да, действительно это надо, потому что иногда говорят, категории людей с инвалидностью по зрению, они более ущемлены в силу того, что им требуется такая некая индивидуальность. То есть одного тренера на группу людей все равно недостаточно. Для бегов каждому нужен лидер, если мы, допустим, возьмем другие категории. Поэтому понимание людей, оно есть, оно тоже со временем приходит. Организаторов очень заинтересовало Сочи в плане даже того, что у нас природа позволяет фактически круглый год заниматься спортом. То есть площадка отдельная, куда какая-то не нужна, это может быть обычная улица города. Все верно. То есть изначально мы взяли, пусть он даже такой проходной цветной бульвар, но это для начала, для общего, потому что не все занимаются, даже индивидуально там дома какие-то упражнения. Дальше можно переходить уже к набережной, то есть менее проходной, и идти уже по мере увеличения дистанции. Ну а администрация города поддержку какую-то оказала, содействие будет оказывать? Прежде всего администрация, когда узнала об этом проекте, она подключилась и, как сказала, что будем вместе взаимодействовать. То есть администрации города Сочи интересен этот проект. И как спортивный, и как социальный, потому что сюда очень много подключается. Это и здравоохранение, профилактика, потому что ребята, у которых потеря зрения с детства или при рождении, осанка неправильно искривлена. То есть спорт, он все-таки дает человеку возможность, как я говорю, расправить крылья и быть более уверенным. Это и социальный проект, потому что человек не вырывается из общества, он общается и получает опыт и ребят, имеющих инвалидность, и здоровых, как говорят. И возможность не только участвовать в спортивных мероприятиях, походы в кино. Вот ребята в Москве, о чем говорят, они и в кино вместе ходят. Где-то выходят на различные мероприятия. Поэтому администрация города Сочи, да, видит в этом, как говорят, и не только благое начинание, но и полезное для города. Тем более, как я говорю, я город Сочи рассматриваю еще такое, после проведения Паралимпийских игр, как плацдарм, для различных интересных проектов. Пилотная площадка. Пилотная площадка. Ну и пока вы только тренируетесь, мечтаете о каких-то соревнованиях? Может быть, есть какие-то мероприятия, куда можно выехать, не только в рамках нашего города, но как-то поехать, показать себя и, может быть, перенять какой-то опыт? Допустим, сейчас ребята с Москвы, вот именно с проекта «Марафон с ним» на тебя регистрируются на Рижский марафон в городе Рига будет. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы приехать на сочинский полумарафон, то есть привезти тех, кто изъявит желание пробежать по трассе Формулы-1. То есть это и в историю войти, возможность и себя показать, потому что в Москве их уже вроде знают, в Сочи тоже уже, но еще не видели, как говорится. А, нет, видели, я ошибаюсь. В ноябре, когда и Рон Стар были соревнования, приезжали. Были и слепые бегуны, и слепой пловец был, и парень был на хендбайке, дисциплину проезжал. Так что да, будет участие, я думаю, на сочинском полумарафоне. Я в любом случае побегу. А мы будем за вас болеть. Ну и хотелось бы, чтобы вы, пользуясь случаем, пригласили людей, единомышленников для участия в этом проекте. Через нашу передачу у вас есть сегодня такая возможность. Куда надо приходить, куда обращаться, что нужно при себе иметь? Ну, прежде всего, хочу обратиться ко всем жителям города, потому что у кого-то есть родственники. У родственников, возможно, есть те родственники, которые имеют сестер, братьев, детей, неважно, имеющих инвалидность по зрению, слепо-глухие, тотально незрячие или слабовидящие. Как видите, бояться не надо. Понятно, что, как говорят, сложившиеся стереотипы. Но практика есть, опыт показывает о том, что жизнь на этом не заканчивается. И если нет, как говорят, противопоказаний к занятию спорта, их фактически можно мало найти, то приглашаем. Обращаться необходимо туда Всероссийского общества слепых, которое находится на улице Красноармейской. Все контактные данные доступны в любых справочных службах. Либо можете напрямую со мной связаться. Свой телефон я в студии оставлю, он уже есть. И звоните, я рада будем видеть. К тем, кто хочет себя видеть, допустим, волонтером, а этот проект еще как раз идет тоже как и семейный, даже члены семьи могут быть волонтерами. То есть приехали, допустим, вместе с братом, с сестрой, с мужем, с ребенком, совместно позанимались, потому что занятия в дальнейшем будут с профессиональными тренерами. Это возможность, как говорят, плечо к плечу и в спортивных мероприятиях участвовать. Это очень здорово. Спасибо вам большое, что согласились вновь прийти в нашу студию. Надеемся вас увидеть на дистанции полумарафона в ближайшее время, ну и где-то наблюдать ваши тренировки по улицам нашего города. Спасибо вам большое за участие. Спасибо вам тоже большое. Я напоминаю, что вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.